И снова мы в нашей студии, вторая серия, вторая часть нашего разговора с Гулей и Настей. Напоминаю, что сегодня у нас прощальная, так скажем, запись. Мы уже подводим итоги их трёхнедельного пребывания. Я возвращаюсь к своему вопросу. Скажите, пожалуйста, девочки, вот так по очереди, что же изменилось за время пребывания здесь и за последнюю неделю, в частности, вас самих? Что же произошло вот у вас и как вы это можете охарактеризовать? Мы давайте с Гулей начнём сегодня. Сейчас, кто вернётся к нас. Извинения во мне, я наконец-то полюбила себя. Полюбила себя наконец-то, потому что так сложилась моя судьба, что я всё время за всех переживала, за всех любила, за всё делала. А себя, ну, потом, ну, не надо, мне не надо, я сильнее, я потерплю. А сейчас нет. Сейчас не потерплю, что же. Нет. Ну, в чём это выражается, вот, и даже, наверное, в чём выражается чуть позже, а, вот, с чего ты вдруг решила, что ты себя полюбила? Почему не любила, понятно, а вот с чего ты решила, что всё, вот сегодня, сегодня, начинаешь себя. Да, да, да. Она, вот как девочка, ей хочется новых вещей, она себе строит планы, я пойду похудею, я хочу, пойти в спортзал, я хочу правильно начать питаться, вот я приеду, я покрашу волосы в такой цвет, я вот сделаю маникюр. Ну, то есть она вот, как девочка, стала вот любить себя вот внешне. Возможно, в душе, конечно, тоже человек, оно, безусловно, что-то происходит. Ну, откуда ты берешься, ты желаешь? Да, ну, вот именно вот эта вот женственность какая-то, такое желание быть вот желанной женой, красивой для своего мужа, для окружающих, для себя, в первую очередь. Я запустила себя очень сильно. У нее появилась, в первые дни этого не было, а она сейчас прям вот такая, вот я приеду, я вспомнила, у меня там есть такая одежда, такая, вот я наряжусь. И вот, ну, вот в этом плане, но это очень важно для девушки, это, ну, это действительно проявление такой любви к себе. Я везде хожу, видимо, в магазинах, ой, смотри, это, ой, смотри, вот. Да, хочу и вот так, и хочу вот это, ну, то есть она поменялась, конечно. Если раньше всегда было все для супруга, для Дамира, а сейчас я хочу. Ну, это, наверное, осознание себя как личности прежде всего. И, Гуля, ну, раз мы об этом заговорили, скажи мне, пожалуйста, а муж как воспринимает вот твои такие перемены, скажем так? Хорошо, радуется. И он сам, я очень обрадовалась в прошлое интервью, когда он наконец-то открылся, потому что столько я вызывала его на разговор. Давай поговорим о нашем ребенке. Все хорошо, все нормально, все хорошо. Он наконец-то открыл, да, открылся. И что изменилось после-после? Он стал, он у меня очень спокойно, очень молчаливый. Мне не хватало общения с ним. Вот я жаловалась постоянно на это. Сейчас мы начали общаться, и начали, он начал говорить все, что у него в душе потихонечку. В семье стало спокойнее. Да, спокойнее. А скажи мне, пожалуйста, такой интересный вопрос, может, вы об этом не задумывали, сейчас я тебя наведу на мысль. А Дамир это почувствовал? Ну, что-то, да. И, вот, скажем, да, почувствовал внутренне, и каким образом это на него повлияло? У нас в семье спокойствие сейчас. Вот такое душевное спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Вот я чуть-чуть прокомментирую немножечко, потому что, смотрите, это не пустые слова, и это не просто констатация факта. Дело в том, что спокойствие в семье – это тот отправной пункт, тот краеугольный камень, который дает возможность ребенку полноценно развиваться. Почему? Потому что в спокойной среде, в той среде, которая как бы снимает нервное напряжение, а стресс – это один из самых мощных тормозов развития ребенка в том числе. То есть он может себя проявить гораздо более полноценно. То есть в этот момент у него снимаются практически вот все те тормоза, которые его останавливали. И теперь, ну это может быть уже пожелание, которое мы перейдем, и теперь очень важно, чтобы вы этим воспользовались. То есть вот работа папы, работа мамы для того, чтобы ребенок развивался, вот это как раз тот толчок, который и приведет к извлечению. Вот очень важно, что вы это понимаете, и очень важно, что между вами ушли какие-то тормозы, да, какие-то тормозы, которые вызывают непонимание, раздражение, усталость, какое-то вот чисто ограничение в семье. Настя, а у вас салфетки, пара салфетки? Просто, ну то, что для меня Давид сделал, это я думала, что вообще что нереальное. Ну не только я. Ну понятно, безусловно, я повзрослела наконец-то, я начала по-другому думать, я начала по-другому относиться к Богу, к своей семье, потому что у меня тоже было много над чем работать. Вот, у меня ушла излишняя тревожность, у меня ушла паника, но я хочу сказать, что так же, как и наши дети, да, вот у них заживает вот все, что здесь излечивается, на протяжении какого-то времени так же и здесь. То есть я реально понимаю, что над всем тем, что сказал мне Давид, мне еще нужно многое осмыслить и многое понять. Одно для себя я, конечно, поняла. Ну не только я и рассказала. Конечно, не только. Ну, на самом деле, осмысливать где-то всю жизнь, мы о чем-то думаем, мы что-то осмысливаем, весь вопрос в понимании, чего осмысливать-то. Да, вот, то есть получается, что раньше вот какими-то вещами просто или не задумывалась, или считала неважно, или вообще думала, что вот это так, потому что так вот должно быть, и вот, да, и вдруг выясняешь, что это не так. И что вот это вот, то, что не так, это причина каких-то вот нарушений, каких-то изменений. А как, вот, как бы в тебе все понятно, а как это на семье отражается, вот твои перемены? Ну, женщина, это же хранилиц всего в семье, да, поэтому, безусловно, это отражается, уже начало отражаться, я думаю, что дальше будет еще больше отражаться в семье, потому что, ну, безусловно, когда болеет ребенок, напряжение в семье, плюс работа, плюс какие-то другие проблемы, это все приводит к постоянным каким-то конфликтам, разногласиям, непониманиям, где-то недосказанности. Замкнутый круг, да, потому что вот эти все разногласия, непонимания, конфликты и так далее, они только усугубляют состояние ребенка. Влияют на ребенка, естественно. То есть сейчас, когда спокойно я, спокоен супруг, я думаю, что и мы друг на друга уже по-другому смотрим немножко, и более сдержанные, и более, ну, как, мне кажется, ценнее стало то, чтобы, ну, вот, да, то, что мы друг у друга есть, мы начали это, мне кажется, ценить. Потому что принималось все как должное, а сейчас как-то вот с каким-то более, наверное, трепетным отношением друг к другу. Ну, я же говорю, это вроде бы кажется нереальным, да, за три недели, но это реально, на самом деле. То, что я думаю, что, ну. Для вас это реально казалось. Ну, да. Ну, есть еще, конечно, безусловно, над чем работать, но я же говорю, я одно, я поняла для себя точно, это то, что я хочу делать что-то просто, потому что я что-то могу, не с целью вот какого-то заработка или еще что-то, но я вам писала, да, что я хочу найти детский дом, где будут дети либо ненужные родителям, либо, ну, с какими-то ограниченными возможностями. Мне хочется просто с ними проводить время. Я тоже. Вот насколько я просто очень люблю детей вообще, мне просто хочется, чтобы, ну, вот, просто какое-то добро сделать. Я понимаю, что по образованию я не могу быть ни тьютором, там, ни логопедом, ни психологом, просто с ними играть. Им большего не нужно. Просто уделить время с какой-то игрушкой, с какой-то книжкой, кого-то поцеловать, кого-то... А выучиться и получить профессию, например, такую, типа, ну, вот как логопед, чтобы... У меня была такая мысль, ну, Давид мне сказал, что у меня это желание сейчас есть, потому что у меня есть проблема у ребенка. Что когда проблема эта уйдет, то, возможно, что, ну, мне это будет уже неинтересно, да, вот именно образование такое. То есть помогать деткам я и потом смогу даже в силу какой-то своей сильной занятости, да, по работе, все равно уделять один раз в неделю на два часа, я думаю, я смогу. Это, ну, было бы желание, но я... Это точно, это то, с чего я начну, когда приеду. То есть я уже начала искать, есть ли эти все детские дома, они у нас есть в городе, к счастью, и даже недалеко от меня находятся, поэтому сам Бог велел. Конечно, это вот, ну, мне просто хочется помогать, потому что я могу дать любовь кому-то еще. Вот так вот, если можно выразиться, да, это... Ну, выразиться можно, вообще. Ну, если я понятно, да, объяснила, я просто вот как мысли... Вот, ну, я люблю провокационные вопросы, да, вот, поэтому как удержаться-то? Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя есть такое желание, значит, вопрос первый. А мужа-то об этом рассказала? Нет, мужа, я еще об этом не рассказала. А почему? Ну, я не знаю, если честно, мы здесь как-то особо не разговариваем вот о каких-то там, о каком-то будущем. Мы молчим и боимся, чтобы нарушить вот этот наш покой, который между нами сейчас существует. Ты боишься, что это нарушит покой, и что он тебя не поймет, начнет возражать, и все начнет сначала. Или ты уверена, что он тебя поддержит, поэтому, ну, это всегда можно будет сказать. Нет, и я, зная своего мужа, возражать он не будет, он мне скажет, что просто... Если он захочет меня поддержать, он поддержит. Но поддержать он сможет это просто отнести какие-то сумки в багажник и меня туда привезти. Не важно, важно другое. Нет, он скажет, если не хочешь, делай. Важно другое, важно, чтобы он тебя понял в этом и поддержал, ну, хотя бы... Нет, конечно, поддержит, однозначно, против он не будет, это 100%. Потому что у него такое сердце очень доброе. Тогда другой вопрос. До приезда сюда, вот если бы ты ему это предложил, реакция была бы такая же? Тебе что, делать больше нечего? Вот. Вот такая была. Вот. То есть, вот, видите, все-таки я раскопал. Он будет смотреть, будет смеяться. Да, раскопал момент. То есть, получается, что вот изменилось-то на самом деле не только отношение к тебе, типа, ну, хочешь, занимайся, вот, а изменилось единение в семье. То есть, вы стали думать одинаково? Я думаю, что да. Вот к чему. То есть, смотрите, и Гуля, и Настя говорят, в принципе, об одном и том же, а именно, что пребывание в центре Бердавит, оно меняет взаимоотношения в семье, оно меняет личности людей, родителей, которые приезжают в сторону, как сказать, в сторону единения. Они начинают одинаково думать. И это приводит к тому, что они начинают одинаково думать не только там, что сегодня на обед и какое кино мы будем смотреть. Они начинают одинаково думать на проблемы в семье и на проблемы ребенка. И это дает возможность, скажем, да, вот резонировать эффект, который, и усилия, которые они будут прилагать, я надеюсь, к лечению своего ребенка, к исцелению, к раскрытию его возможностей, абсолютно одинаково. Да, вы обе, к обеим вопрос скажете, вы понимаете, осознаете? Перерыв и потом продолжим. Сейчас я договорю. Вы осознаете, это вопрос, который после перерыва мы вернемся. Вы осознаете, что пребывание вас здесь, это только начало большого пути. Вот все, дальше вы говорите, после перерыва мы к этому вернемся. Вы думаете, вы, так сказать, вот не на порыве, а пытаетесь это осознанно сказать, и через несколько секунд, минут, мы вернемся к нашему разговору. Минуту, минуту. Мы поднем, утрем слезы, водички и до новых встреч.